Всем привет! Итак, как обещал, давайте вот разберем, как можно сделать риг, чтобы все сгибалось и более-менее адекватно на целом вот этом, значит, железном человеке работало. Вот такой вот персонаж по прошлому ролику. Кто не смотрел, посмотрите обзор. Итак, Shift-A, добавляем арматуру. Так, наш персонаж слишком большой, давайте все это через Shift выберем и сделаем S. Так, Ctrl-Z, чтобы лучше он, значит, уменьшался, делаем SetOrigin и 3D курсор. Теперь он будет 3D курсор, опа, пардонте, значит, я выбрал еще свет, это дело, значит, отключаем Licht. Что тут еще есть? Камера отключена. Все это дело опять же выбираем и пробуем SetOrigin к 3D курсору. Смотрим. Вроде бы все нормально. Вот теперь все хорошо. Его тянуло, потому что еще был выделен свет. И вот это все дело к свету тянулось, так сказать. О, так, N-панель Screencast Key, чтобы вы видели, что я буду нажимать. И еще, что нам понадобится, посмотреть размер, значит, нашего персонажа. Это вот Dimension, это значит, 1,89 м. Ну, я думаю, нормальный наш персонаж. Так, теперь ставим по прошлым роликам все опять же. Надо это дело комментировать. Нет, Infront, чтобы видеть нашу косточку, уменьшаем, выделяем косточку, поднимаем ее к тазу. Ну, все, мы ее теперь видим. N-панель, закрываем боковую панель, чтобы не мешалась. И чтобы было более лучше все дело видно, я рэндом включу, так глазу приятней. Так, заходим теперь в Edit Mode. И вот вопрос в чем? Смотрим. Здесь у нас есть вот детали. Нам нужно, чтобы линия сгиба шла вот тут. Значит, косточку поднимаем до этого уровня. Также у нас есть вот эти детали, которые не должны гнуться. Нам нужно что сделать? Нужно их усилить вот так вот костями. Следом, вот эту кость, которая будет отвечать за сгиб ноги, спускаем вот по этому сгибу. Вот по этому. И кость должна находиться именно вот тут уже. Вот так. Так, что еще? Здесь у нас получается цельная кость идет. Здесь сгиба не будет. Здесь тоже у нас выходит цельная кость. Костей будет очень мало. Он будет гнуться интересно. Ну, а тут руки. Это уже ключица. И так далее. Все по прошлым роликам. Линия сгиба колена тоже, чтобы нам здесь ничего не мешало. И вроде бы ничего тянуть не должно. Ну, давайте посмотрим теперь, как это все дело на практике будет, значит, выглядеть. Так, погнали. Значит, эту косточку G еще повыше поднимаем. Вот так. Эту оставляем нижнюю точку тут. Для чего? Чтобы потом у нас низ не рвало. Она будет держать вот эту точку таза. Вот эту. И, в принципе, вот этот таз не должен будет двигаться. Но можно тут еще по одной косточке поставить для фиксации. Получится 4 кости добавить. Давайте это дело сразу сделаем. Это значит E. Одну кость сюда. И значит E. Одну кость до верхней точки вот этого нашего, как, жилета, таза. Отсоединяем эти косточки. Alt-P, Clear Parent. И эту тоже. Alt-P, Clear Parent. Теперь через Shift выбираем две косточки. И последнюю, которую хотим прикрепить. Ctrl-P, Tip Offset. Следом, давайте сразу по ногам пройдемся. Выбираем низ кости. E. Вытаскиваем кость. Alt-P, сочетание клавиш, Clear Parent. Отсоединяем. Можно включить МОВ, чтобы это лучше дело переносилось. Можно даже эту косточку немножко вот так поставить на изгиб и вывести ее вот в эту часть, чтобы гнулось именно вот по этой полосе, которую я показывал. Теперь вытаскиваем тройка на нампаде. Каркас у нас все это дело уходит далеко. Не беда, мы его выделяем. Подтянем. Поставим. И теперь от этой косточки E вытащим ногу до нашего вот этого круглого механизма. Так, теперь E выводим управляющую кость Alt-P, Clear Parent. Здесь у нас две косточки. Одна до линии сгиба и одна уже где пальцы, чтобы сгибалась. Соединяем вот эту косточку через Shift-Ctrl-P, Keep Offset. Этой косточкой отключаем, значит, деформацию. И выводим сразу E, косточку для ориентира колена. Alt-P, Clear Parent. Уводим ее вперед. Делаем S. Она нам сильно большая, не нужна. И привязываем вот к этой кости через Shift-Ctrl-P и Keep Offset. Следом вот эту косточку через Shift-Ctrl-P вяжем сюда, Ctrl-P. Она уже привязана. Так, все, значит, это дело я чуть-чуть подзабыл. Так, теперь выбираем низ вот этой кости и выводим чуть-чуть вот сюда. Ну, равняем с ногой. Семерка на нампаде. Можно R перекрутить, не проблема. G подтянуть. Единица на нампаде. Выровнять модель. Так, погнали управлять дальше. Сгиб здесь. Значит, E. Вытаскиваем аж косточку вот сюда. До горла. Потому что здесь он тоже гнуться не будет. Конечно, здесь вот эти закрылки можно было бы еще вниз. Но так как у нас центральное тут вот кольцо, можно кольцо было бы отдельно присоединить, если бы оно было отделено вот к этой косточке. Просто Ctrl-P и она бы не гнулась. Просто следовала за этой костью. Ну, давайте пробовать. А что, я его первый раз так-то делаю. Теперь вытягиваем шею. Тройка на нампаде. G. Выше линии сгиба вот этого нашего забрала. Ну, можно чуть-чуть поменьше. Но потом придется, возможно, настроить весами. Вытаскиваем голову. Теперь дублируем Shift-D головную кость. Делаем ей S. R. G. И выводим. Знаете как? Наверное, R. G. Как бы вот так вот. Чтобы видеть кость. Вяжем эту косточку через Shift-L в голове. Что еще нужно сделать? Сейчас это все еще доработаем. Там надо будет маску убрать и настроить еще голову. Теперь нам понадобится ключица. Это E. Вытаскиваем по косточке. Alt-P. Clear Parent. S. Уменьшаем. G. Подставляем. И отключаем щитки. Так, теперь G. Вот сюда уводим. Это все дело. И значит G. Ключицу как бы вот. Поменьше поставим. Присоединяем ключицу. Ну не к шее. Наверное, к телу. Это Ctrl-P. Tip of set. Следом нам понадобится. Так, это значит даже G. Поменьше. И E. И E вот сюда на линию локтя выводим косточку. Я сделал вот эти рукава. Их нужно бы еще, конечно, сплюснуть. Чтобы они более-менее нормально смотрелись. Так, теперь E выводим косточку. Ну, давайте сразу до конца. Если что, потом ее поделим. Семерка на нампаде. Выводим G. Опа. На Ctrl-Z. Середину. Так, косточку в этот центр выбираем. G. Локоть. Это значит равняем. Ну, получается вот такая сбоку вещь. Ну, а теперь самое, что по всем роликам я говорю. Я это дело очень как не люблю делать. Это кисти рук. Ну, погнали. Вытаскиваем косточку. G. Можно вот это все делать через Shift. Еще чуть-чуть отцентровать. До линии сгиба. Чтобы у нас щиток вот этот не гнулся. И теперь от каждой косточки. Так. Чтобы нам вот эти кости не мешались. Выделяем их через Shift. Вот эти можно через Shift выделить. И нажимаем английскую H. Мы их не удалили. Мы их просто скрыли. Чтобы они нам глаза не мозолили пока. Теперь нужно подыскать нормальный угол. И E вытаскиваем кость сюда. E кость сюда. E сюда. Ну, еще одну пока сюда. Так. Одну еще. Вот в эту сторону. Ее будем потом корректировать. Так. Смотрим. Вы видите, как все дело попало. Это дело тоже не хорошее. Нужно все это дело приподнять. Подкорректировать. И поймать опять же вот этот угол. Так. Это значит у нас NG. NG. При подъеме все деформировалось. Это не проблема. Нужно просто поправлять. Так. Ну, вроде бы как бы оно. Начнем с мизинца. Это E. Целую кость вытаскиваем. И правая кнопка мыши. Subdivision. Делим их на две. И центральную вот эту значит G. И скривляем. Так. Вот здесь вот тоже убежало. Поправляем. Выравниваем. Смотрим со всех сторон. G поглубже. И чуть-чуть ровняем. Тройка на нам. Опа. На. Вот уже. Слишком вытянулось. Так. Ну, вроде бы нормально. Вроде бы пойдет. Теперь нам нужно эту косточку вытянуть до конца пальца. Повернуть боком G. Поймать вот эту конец пальца. И нажать правая кнопка мыши. А, пардонте. Левая. Правая кнопка мыши. Subdivision. И делим опять же на два. Центральную кость. G. Поднимаем. G. Выравниваем. И вот эту косточку тоже делаем как бы поровнее. Вот так. Чуть-чуть с изгибом. Ну, и вот эту кость тоже давайте подровняем. Другая кисть. Я к той вот кисти, которую постоянно использую, уже привык. Знал, как ее делать. А это вот другой у нее изгиб. И получается, что вот такая притирка идет у нас с ней. С этой кистью. Выбираем. Правая кнопка мыши. Subdivision. На два. Централку, значит, поднимаем. Не так, конечно, все это страшно и долго. Но. Так. Это значит тоже E. Вытягиваем. Под углом ставим G. Смотрим как бы. Более-менее. Чтобы вот она была. В пальце. Выбираем. Subdivision. Два. Этот палец вроде бы как ровный. Но чуть-чуть изгиб давайте тоже дадим. Ну, а теперь вот самое интересное. Это вот. Вот эта косточка. Так. Мы вниз чуть-чуть отводим. G. Вот сюда на косточку. И E. Вытаскиваем кость. Здесь делим уже на два. Ну, в смысле на один. Subdivision. Все. Здесь две фаланги. В принципе все должно хватить. Так. Ну, вроде бы вставили. Вроде бы все это дело. Гемор закончился. Теперь нужно управляющую кость вытащить. Alt P. Clear Parent. И вот эту косточку привязать вот к этой. Ctrl P. Keep Offset. На управляющую кость отключить деформацию. Чтобы вернуть видимость костей, нажимаем Alt H. И возвращаем нашу видимость вот этих костей на место. Так, другой вопрос. Когда будет здесь сгиб. Вот здесь вот будет сгиб. Это будет дело нехорошо. Нужно G. Вот эту косточку. Еще на линию сгиба поставить. Так, есть такое дело. Но нам теперь понадобятся косточки, которые будут отвечать, значит, за то, чтобы он не деформировался, наш вот этот камуфляж. Alt P. Clear Parent. Значит, это G. И ставим вот эту косточку где-то вот сюда. Чтобы она держала у нас форму вот этой груди. Вяжем ее опять же груди. Ctrl P. Keep Offset. Ну и в принципе вот настройка должна быть закончена. За исключением теперь чего заходим в Object Mode и выбираем маску. На маску ставим ориентация на геометрию. Так, здесь у нас не будет двигаться. Значит, что? Так. Ну давайте продублируем. Так, значит, кости выбираем. Так. Маска это опять же H. Пока она нам не понадобится. Выбираем кости. Заходим в Edit Mode. Вот эта кость, она прирастет к лицу. Все, что шапки, маски и так далее. Все, что одевается. Отводите кости дальше. Чтобы потом она не привязалась весами к другим частям, к лицу. Кость вот эта может и маску привязать, и лицо. И потом будет тянуть. Кто смотрит ролики, тот уже это дело видел. Так. Вытаскиваем кость. И поднастроим, чтобы потом ломки не было. Отсоединяем. Так. G. Делаем R. Фиксацию. Челюсти нижней. Вот это. Ну можно тут немножко сделать S. Делаем Shift D. И чтобы верхнюю часть нос не тянула, под углом поставим. И эти две косточки привяжем к голове. Ctrl P. Keep Offset. Все. Это дело есть. А дальше уже в процессе будем смотреть фиксации. Можно добавить, кстати. Так. Тройка на нампаде. Вот от этой косточки. E. Вытянем кость. Alt P. Clear Parent. Так. Ее все убираем. Alt P. Clear Parent. И делаем G. И к воротнику можно S поставить. Чтобы когда будем двигать головой, у нас веса были вот у этой косточки. А вот эти веса костей на вот эту часть не влияли. Здесь можно, конечно, цепь поставить вот этих костей. Ну, давайте пока с одной поэкспериментируем. Вяжем ее тоже груди. Ctrl P. И Keep Offset. Так. Ну. Вроде бы все. Теперь выбираем всю вот эту сторону. Те кости, которые не выбрались, до выбираем. Смотрим внимательно, чтобы все кости были выбраны, которые находятся вот на этой части. Значит, есть Shift D, сочетание клавиш и правая кнопка мыши Mirror X Global. Зеркалим. Опять же, я вот привык так вот зеркалить. Да, я знаю, что можно сделать зеркалку по X. Вот она тут находится. Так. Ну, вот он словно. Ну, пока привычка выше, так сказать, меня. Так. Тут еще вот в чем вопрос. Вроде бы вот эти части не должны тянуть. Но если что, мы и тут по косточке добавим фиксацию. Ну, и тут можно по костям выпустить. Так. Все. Теперь вяжем. Выбираем вот этого персонажа. Костей, Ctrl-P, Ульт, Автоматик, Ульт с автоматическими весами. Так. Бом. Здесь проблема опять у нас пошла. Значит, нам не обойтись без 3D принта. Что-то с сеткой. Жмем Solid и жмем Check All. Где-то может что-то, косяк какой-то. Сейчас он найдет их все. Вот они. Clean Up. Это, кстати, аддом уже встроенный в программу. Так что загружайте. Ну, в смысле не загружайте, а ставьте его активным и используйте. Вот он тут находит вершины, эджи, фейсы ненужные или как там переплетенные, возможно, по сетке. Ну, посмотрим сейчас, а как она поведет себя. Так. Ну, вроде бы все. Все по нолям. Ладно. Сейчас должна привязаться. Выбираем персонажа. Кости. Ctrl-P. Будет автоматические веса. Опять что-то с костями. Кости не хотят где-то цепляться. Так. Что еще у нас тут может быть? Значит, N. Так. Simple Cloud. Давайте зараз все рассмотрим. Так. Сетка. Это. Заходим в Sculpt. Находим он. Subdivision. Можно их повысить. Можно их понизить. Вот такая тут сетка. Так. И жмем он. Subdivision. Облегчаем еще сетку. Конечно. Это не вариант. Но все-таки. Она модель станет еще легче. И вроде бы вид тот же должен остаться. Но сейчас все будет видно. Ну, пробуем вязать опять. Ctrl-P. Увы, автоматик. Увы, джет. Все. Вот теперь вы видите, что это проблемы именно с сеткой ZRMES. ZBrush. Так что не пугайтесь, если кости не принимаются. А просто подправьте. Также можно исправлять полигонаж сетки. Это. Заходим в модификаторы. Выбираем персонаж. Находим модификаторы. Add. Decimate. Можно вот те же ум сабдивизии. На них, если вы переключаетесь, прибавляете. Вот. Насколько сетку переделать. Также есть планар. Коллизия. Это здесь уже сетка такая упрощенная. Короче, до самого не могу. Ну, кто, как это объяснить. Трисами там, квадрами. Все это дело переплетено. Короче, там сетка ужас. Но качество модели остается то же самое. И для анимации в принципе подходит. Возможно, для игрушек каких-то не подойдет. Ну, хотя сейчас, по-моему, любая сетка подходит и в игрушки. Ну, там есть, конечно, наверное, какие-то исключения. Где-то требует, наверное, идеальную сетку. Ну, я, честно сказать, глубоко так в это не вдавался. Я знаю, что я свою модель закидывал, как он называется, Unreal Engine. И с убитой самой гадкой сеткой мою модель именно программа это приняла. Так. Все. Это привязано. Это хорошо. Alt-H. Видимость наших деталей. Теперь нужно, что нам вот эти щитки нужно разделить. Значит, что? Заходим, делаем Shift-D. Дублируем щелчок мыши. Заходим в Edit Mode. Ставим рентген. Зачем рентген? Чтобы выделялись все вот эти полигоны. И одну часть в вертексе удаляем. Object Mode. Переключаемся теперь вот на эти щитки. Заходим в Edit Mode. Снимаем и удаляем с этой стороны. Delete Vertex. Так. Все. С этим делом тоже разобрались. Так. Object Mode. Выбираем первый щиток. Через Shift кости. Заходим в Post Mode. И вяжем этот щиток вот к этой кости. Ctrl-P. Бомб. Так. Заходим теперь в Object Mode. Выбираем этот щиток. Перешифт. Левая кнопка мыши. Выбираем опять же кости. Заходим в Post Mode. И выбираем теперь вот эту косточку. Ctrl-P. Бомб. Тройка на NumPadi. Заходим в Object Mode. Единица на NumPadi. Выбираем маску. Выравниваем маску на место. Тройка на NumPadi. И значит косяк какой. Маска должна открываться. Это я уже чуть-чуть подзабыл. Значит эту кость R мы перекрутим. Так. R. К ней еще ничего не привязано. И значит мы ее подставляем к центру нашей вот этой головы. Проверяем, чтобы да, это она. Тройка на NumPadi. И уводим ее от головы подальше. Заходим в Object Mode. Выбираем нашу маску. Подтягиваем вот к этой косточке. Чтобы она попала именно вот на место вот этого стыка. Потому что здесь будет точка отчета, от которой она будет крутиться. Выбираем маску. Так. Выбираем маску. Выбираем кости. Заходим в Post Mode. И выбираем вот эту кость. Ctrl P. Bound. 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 James Bound. Так. Ну вот и все. Теперь идет только настройка. Давайте сразу Object Mode. Значит кости. Выбираем. Выбираем Post Mode. И давайте опять же Inverse Kinematic настроим. Через Shift левая кнопка Ctrl Shift. Сочетание клавиш. Inverse Kinematic. Так. У меня почему-то отключился. Так. Где он тут? Screen Coskey. По-моему тут не работает. Или работает. Так. N. А. Работает. Бывает. Вылетает эта штука. Так. Теперь. Вот эту косточку. Shift левая кнопка мыши на эту. Ctrl Shift C. Это Copy Location. И управляющую кость на Inverse Kinematic. Ctrl Shift C. Это Copy Transformation. Вот такое что-то получилось. Не паникуем. Заходим в настройку кости. Ставим Local White Parent. Local White Parent. И чуть-чуть понижаем Influence. Это влияние. Ну все. В принципе все. Так. Смотрим. Как все это дело работает. Работает плохо. Потому что. Посмотрите. Если вы не выставите влияние на сколько костей. Будет у вас вот такая фигня. Выбираем Inverse Kinematic. И ставим влияние. И ставим влияние. На. Две кости пока. Так. То же самое проделаем здесь. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Сразу можно. Можно Ctrl Shift C. Добавить. Копи. Трансформация. Чтобы потом не бегать. Local White Parent. Можно также Local Space. Ставить. Так. Вот он. Local Space. Ну. С Local White Parent. Он как-то мне кажется. Лучше работает. Более эластичный что ли. Ну. Что-то в таком духе. Так. Проверяем. G. Вот тоже. Результат. Без настройки. Влияние костей. Насколько костей. Не работает. G. И вы видите. Как работает шиток. Он не прилипает к доспехам. Вот. Так. Ctrl Z. Он не прилипает к доспехам. Вот такая штука. Так. Выберем косточку маски. Ее можно. Завести. В наш. Череп. Шлем. И попробовать. Тройка на нампаде. R. Покрутить. Ну. В принципе. Все открывается. Все по простенькому. Ctrl Z. Все нормально. Конечно. Вот. Сопло. Вот это. Оно. Цельное. Прикольно. Так выглядит. Мощно. Ну. Хорошо бы. Конечно. Если сделать ее шарнирную. Такую. Такую. Как бы. Закругленную. То. И поменьше. И тогда она может тут тоже крутиться. Но только вверх-вниз. Влево-вправо. По-моему. Не прокатит. Так. Настраиваем ноги. И можно будет протестировать этого персонажа на приседания. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Влияние на две кости. Так. И вот эту косточку. Следующей ноги. Тоже. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. На две кости. Здесь мы не будем Local Copy Location настраивать. Будем ориентир делать по прошлым роликам. Все. Опять же. Уже много роликов. Это. Стандартно. Как я делаю. Вот этот риф. Мне вот с ним нравится работать. Привык. Наверное. Если вам что-то еще нужно будет. Тут можно уже. Добавлять. Дополнительные кости. Вот от этой кости. Это тоже в роликах есть. Ссылки оставлю в описании. Теперь нам понадобится наименование костей. И. Кому как удобно. Вы видите, что я кости не переименовываю. Мне удобно именно ориентироваться по числам. Если кость 22, то 22. Если 44, то на той стороне 44. И так мне удобнее. Чем читать надписи длиннющие, что это типа палец L, там какой-то руки, там кисти. Мне столько информации не надо. Это и так понятно. Я это все визуально вижу. Так. У нас получается значит восьмая и 52 кость. Так. Тройка на нампаде. Инверс кинематик вот этот. Мы на восьмую кость ориентируем. Добавляем арматуру. Выбираем восьмую кость. Так, это точно. Да, восьмая. И она у нас перекрутилась. Ну, опять же, без паники. Мы на Титанике. 90 ставим. Нога стала на место. Если вдруг нога не станет на место, пробуем минус 90. Если изгиб колена все равно или влево, или вправо много смотрит, можно просто вручную тянуть вот этот ползунок. И он будет прибавляться, уменьшаться, подкрутить можно. Ну, или поставить на 180 градусов. Тут, я думаю, таких сложностей не будет уже. Ну, а эту косточку ориентируем на 52. Выбираем любую вот эту кость. Без разницы. И просто переименуем ноль. Так. Так, выбираем давайте пятую. Скидываем. И пишем 52. Enter. Здесь тоже ставим 90, раз это нога 90. И все вот перекрутилось. Все нормально. Так, заходим. Name. Отключаем. Viaport Display. Так. Ну, а теперь TAS. Из-за чего все это и было интересно. Так, это TAS. Ну, а тут еще, получается, непривязанные ноги. Вот эти две ноги я к этой кости Ctrl-P, типа, в сет не привязал. Так, ставим Post Mode. Опять же, выбираем косточку таза. G. Смотрим, как ведут себя щитки. Щитки ведут себя нормально. Ну, так, тройка на нампаде. G. Ну, сильные приседания я бы не делал. Он не может садиться прям до конца, как человек. Потому что все-таки это металл. Стеснения какие-то. Ну, вот щитки, вы видите, что они не ломаются. Вроде бы, так сильно не вытягиваются. Вроде. Вроде, вроде, как все хорошо. Так. Все. ТАС. Смотрим, как все это теперь гнется. Тестируем нашу модель. Делаем R. Смотрим, где идут изломы. ТАС. ТАС у нас целый. Спина у нас не ломается. Сопло поднимается. Голова опускается. Все хорошо. Ну, а теперь тестируем голову. Так. Тройка на нампаде. Делаем R. Вот. Вы видите, что вот эти кости у них свои веса. И у нас не мнутся вот эти вот части закрылки. Ну, в смысле, вот эта душа. Вот. Видите, я головой двигаю. И ни одна деталь за этой головой не тянется. Веса нормально принялись. А вот эти кости взяли на себя вот эти вот недвижения. Ну, то, что вот это вот забрало, двигаться не будет. Ну, вот. Смотрим теперь плечо. Самое вот интересное, что из-за плеча это все дело тоже посмотреть. Вы видите, что плечо действует отдельно. Оно не слипается с доспехами. Тройка на нампаде. Это Ctrl Z. Если что-то вы еще не сохранили, то, пожалуйста, сохраняйте. Так. Чтобы потом можно было экспериментировать. И вот вы видите, как работает рука. Здесь, конечно, можно щиток вот этот еще подправить на самой модели. Вот оставить вот такой вот изгиб. Зайти в Object Mode. Выбрать отдельно наш вот этот щит. И смотрим, где он залазит. И здесь просто его сразу. Так. Это Set Origin Geometry. Сразу вот по этому плечу подкорректировать. Так. Это получается R. Вот так. Да. И G. Получается, у нас вот эта штука должна быть сейчас где-то вот в таком положении. Правильно? Ну да. Так. Но она же крепится выше. И чуть-чуть еще ее перекручиваем. Вот так. Да. Так. Ну тогда это будет... Ну давайте посмотрим. Приблизительно опять же я поставил. Это не суть вопроса. Значит. ПОСМОД. Если сейчас мы эту руку RG. Перекрутим назад. Вот поставим. То у нас эта штука уже неправильная. Ну хотя она не цепляется. Нужно вот короче подгадать правильную ее позицию. Чтобы при каких-то поворотах. Сейчас вот верну все назад. Ctrl Z. Так. Возможно даже их как бы выше поднять. Вот эти вот ситки. Выбираем допустим. Так. Если мы G. Работаем вот таким вот образом. То все нормально. Я по модели делал щиток. Он там еще больше по-моему сделанный. Ну. Получается здесь вверх должен еще больше быть. Ну вот что-то в таком духе. Выходит. Вот такая штука. Если мы будем двигать таз. Все у нас видите на сгибах. Все вроде бы нормально работает. Приседания нормально идут. Ну и все. Что мы можем тут еще руководить. Значит ключицей. Но когда мы руководим ключицей. И вот у нас сзади вот эта штука гнется. Значит что нам нужно на это сопло. Вот на это сопло поставить еще одну косточку. Ну пусть как говорится будет. Она не помешает. Edit Mode. Выбираем тройку на нампаде. Косточку E вытаскиваем. Alt P Clear Parent. Alt G. Делаем S английское. Skyl. Так. А вот эту кость. Вот эту уже. Подводим. Значит повыше вот сюда. Не по самому соплу. А просто повыше к забралу. И здесь вот нас забрало. Вот так сейчас. Shift D. Можно поставить еще вот эти кости. Так. Это значит G. Поточнее их сюда подводим. Вот так. Ну и вот эту кость. Семерка на нампаде. Shift D. Сюда подводим. Теперь она не должна будет двигаться сзади. Но все это нужно. Опять же перевязать. Так. Заходим в Object Mode. И так как мы уже все это дело привязали. Нам нужно выбрать просто персонажа и кости. И перевязать. Ctrl P. Уит автоматик вылетит. И вот эта маска уже в принципе не должна прилипнуть. Ну давайте проверим. Выбираем кости. Тройка на нампаде. Выбираем маску. R. Все. Вы видите что первоначальные весы настроены. И после того как вы перевязываете персонажа. На который все крепилось. Но они не должны иметь такого большого изменения. И где-то гадить. Так. Ну. Что. Смотрим. Вот. Нету цвета такого. Да. Опять же. По прошлым роликам все. Заходим. External Date. Fint Missing файлы. Недостающие файлы находим. Он не хочет их подключать. Почему? Потому что вот когда. Вот. Настраивается. Вот я заметил. В шейдингах. Устанавливается что-то. Вот такое. Там настройка какая-то. Бывает. Почему-то не хочет принимать это. Дело. Или потому что. Посмод. Хотя разницы не должно быть. Файл. External Date. Fint Missing. Здесь у меня. Не хочет он принимать. Так. Значит. Файл. Может он другую папку. Которую я удалил. Ищет. Значит так. Железо. Пробуем. Нет. Не хочет. Значит нужно. Находить. Новые. Навьё. PSD. Находим папку. Десктоп железо. Навьё. PSD. Вот она. Вот теперь подгрузилась. Так. Щитки. Находим наши щитки. Так. Это вот. Где оно? Это. Вот они. Вот. Ну так же маску. Ну и ещё что нужно сделать. Это. Normal Map. Это значит. Навьё. Normal Map. Так. Навьё. Щётки. Маска. Normal. Щитки. Normal. Навьё. Значит где-то я посеял. Видать удалил. Да. Я это всё дело удалил. Если тут только осталось. Так. Навьё. PSD. 51. Вот она. Да. Ну его нету. Да. Этот отсутствует. Потому что в папке его нет. Всего три. А ну-ка. Это кто у нас? Ну давайте пока раз её нет. Это персонаж именно для теста вот этого. Так что у нас тут. Ну вот что-то тут. Надписи какие-то появились. А. Понятно. Это понятно. Не та штука какая нужная. Так. Набьём. Да. Возможно. Не тот файл. Тут появились какие-то надписи. Ну не суть вопроса. Файл этот будет удаляться. А вам я дам другой файл. Так. Ну если кому-то нужен. Я сейчас чуть подправлю. Найду то что было пропажей назвато. Так. Так. Ну вот такой перс. Так. На маске. Вот. Если у вас тоже будет вот такая непонятная такая гамма. Заходим в шейдинги. Находим. Значит маску. И смотрим нормал мап. Нормал мап. Железо. Маска. Щитки. Маска. Нормал мап. Смотрим. Вон. Отключаем цвет. Нон колор. На тысячи. Вот теперь нормально. А вот с этим делом. Здесь я вот. Нормал мап у меня нет. Так. Какие-то надписи. Это видно. Другая развертка. Да. Другого персонажа. Не. Флип. Так. Что тут? Так. Что у нас тут на щитках? Металлика чуть-чуть понизим. Спекуляр. И вот опять же тут свет сбился. Значит щитки нормал мап. Ну вроде все. Нон колор. Все. Вот теперь нормально. Добавляем. Рафтность блеска. Спекуляр. На пятерку. Металлика. Можно больше. Можно меньше. Тоже не суть вопроса. Так. Ну вот такой эксперимент. Конечно если у вас будет больше деталей. Допустим вот у него здесь сбоку корректировка полета. Вот здесь вот закрылка должна выходить. Потом у него на колени здесь стыковочный щиток. Ну у настоящего присутствует. Тут этих сопел у него нет. Тут совсем другая. У него штука выходит. И вот этого тоже нет. Дизайн там совсем другой. Но этот упрощенный по самое не могу. Можно удалить развертку. В принципе тут развертки не нужны. Тут можно просто применять базовый цвет. Вот раз. Вот такой цвет. Можно его чуть пониже. Чуть поярче сделать. Ну и то же самое. Можно щиткам удалить развертку. И опять же поставить. Уже избавленный цвет у вас. Вот он. Чтобы одинаковый был. Ну и тут тоже. Все. Он применился. Ну а теперь только можно делать анимации. Так. Теперь я еще что хотел. Это я пока сохраню. Save As. Вдруг вам кому-то понадобится. Ну опять же многое хранить не могу. Приходится удалять. Так. Что я еще хотел. А. Показать другой вариант железного человека. Который мне как-то больше нравится. Это сейчас. Так. Части 1. Вот он. Вот этот. Уже полностью состоит из частей. Здесь частей очень много. Которые нужно отдельно подключать. Но самый кайф. Та-дам. Что здесь целый значит персонаж. Вот этот. Какого. Джонни Старк. И на него можно лепить все что хотите. Конечно полигонов 356 тысяч. Это не проблема. Можно все это дело понизить. Здесь нет разверток. Здесь больше полигонажа. Вот этих вот деталей. И можно все это децимейтом понизить. И просто назначить материал красный. Ну где-то уже сделать развертку какой-то детали. Используя UV Editor. Вот выбраны у нас щитки. И можно сделать ему Smart UV. Поставить расстояние между деталями. Окей. Вот они. У нас развернулась эта модель. И мы можем теперь по ней красить. По прошлым роликам. Кто смотрел как красить модель. Object. Текстура Paint. Выбираем любой цвет. Чтобы красить надо нажать Base Color обязательно. Тут тоже ставим базовый цвет. Допустим красный. Жмем ОК. Ну и синим цветом можем тут перекрашивать. Какие-то делать. Там не знаю дырки. Порезать текстурой. Вот такая штука. Но когда вы все это дело покрасите. Заходите в Object Mode. И вот сейчас вы ее покрасили. Все. Довольны. И закрыли. Значит. Вот этот файл. Когда вы его загрузите. Модель будет не покрашена. Потому что вы покрасили по развертке. А развертка не сохранена. Вы заходите в шейдинге. Находите вот из этого списка. Вот эту развертку. Смотрите. Как она называется. Default Ops. Она будет дефолтная. Если вы ее не переименовывали третья. Вы ее вот находите. Вот она наша развертка. И мы ее нажимаем. Вот найти полоски. Image. Save As. И сохраняем PNG. Или JPEG формат. Выбираем. Формат RGB. Вот. Таким образом. Save As. И когда вы будете потом заходить. У вас будет эта развертка. И уже все будет загружаться правильно. Так. Еще что хотелось показать. Для тех кто не знает. Как паковать текстуры. Очень важная штука. Итак. Вот у меня папка с файлами. Так. Вид. Давайте крупные включим. Вот они у меня тут отдельно. Это значит развертки. Текстуры. Normal map. И так далее. Файлы отдельно. Файлы вы можете. Когда у вас уже модель забита в Blender. Сохранена. Вы файлы вот эти ненужные можете удалять. Они в принципе не нужны. Они уже есть в Blender. Того же качества. Которого вы закидывали. Который вот здесь вот. Ну. Когда вы выкладываете модель. Допустим куда-то. На какой-то я не знаю сайт. Они говорят. Что вот так вот делать. Так вот не должно быть. Вы создаете папку. Называете ее по английски. Текстуры. Текст. Тюр. Без разницы. Можно большими. Можно мелкими. Ну давайте мелкими. Текст. Тюр. И вот вы должны выбрать все вот эти вот файлы. И закинуть вот сюда. Вот эти все файлы должны быть в одной папке текстуры. Если вы этого не сделаете. А выложите в папку. Допустим. В zip папку. Только один файл. Вот такой. У него не будет разверток. И возможно. В каких-то программах. Цвет. Раскраску. Все это дело не увидит. Модель. Вот так вот. И вот тут эту папку уже. Так. Вот это вот можно все. Значит. Удалить. Но. Когда будете удалять. Аккуратнее. Не удалите. Файл допустим. Блендеровский. Или забрашевский. Если он вам нужен. Ну. А вот это в принципе все. Рисшифт. Левая кнопка мыши. Через. Делит. Что-то не хочет удаляться. Не понял. Ну. Не суть вопроса. Я просто. Пишу ролик. Так. Удалить. Все. У нас остается только файлы. Допустим. Которые вы хотите выложить. Или на продажу. Или просто на какую-нибудь там. На какой-то сайт. Ну. И допустим. Вы укладываете. Файл. Зебрашевский. Блендеровский. Обш. Формат. СТЛ формат. И ФБХ формат. И все это дело находится здесь. А папки. Все текстуры находятся в отдельной папке. Которая должна присутствовать. В этой же папке. Вот так вот. Без этой папки. Вот это все. Будет. Бесцветное. И так. Вот такой вот результат. Здесь значит. Без костей. Это совсем другой персонаж. И вот еще что можно делать. Смотрите. Так. Это убираем. Это убираем. Так. Здесь он у меня не раскрашенный. Вот так вот. Не знаю. Повышено. Ну вот что-то в таком духе. Может быть такое в руке держать. Вот это вот. Значит. Шлем и маску. Такую приоткрытую. Так. Все. Всем пока. До свидания. Вот такая информация. Модель в описании. Качайте кому надо. Переделывайте. Что-то свое тут дорабатывайте. Ну в принципе неплохо получилось. Для экспериментов пойдет. Все. Пока. Пока.